Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о Канакраде Букшан Цапка. Мы уже писали не один раз, а это значит, что он своим благородством и честью врезался в память старых калмыков. Когда я слушал рассказ о нем, всегда задумывался на тем, о при каких обстоятельствах умер такой известный человек калмыцкой степи, но никто об этом не говорил. И многие, кто рассказывал, даже не знали. Совсем недавно я познакомился с человеком, который пролил свет на эту почти забытую историю. То есть есть еще люди, помнящие со слов своих предков истории, которые происходили задолго до революции и ссылки, изживающей память о тех, благодаря отваге и чести которых выживали в голодное время простые калмыкии. И благодаря кому, может, ходят по земле наши современники. Как-то Букшан Цапка приехал в Калмбазар, где часто собирались люди его специализации. В жаркий июльский день они сидели в тени такой-то торговой лавки, пили чай и делились новостями со всех концов калмыкии. Вдруг чуткий, почти волчий слух Цапка услышал полное самодовольствие выгрик, откуда-то с другого края базара. А кричал это изрядно выпивший известный среди астраханских калмыков богач, имя которого из эстетических соображений называть не будем. Услышал эти шарливые речи Цапка и решил ответить на вызов. Он разузнал, что богач держит своего скакуна на цепи, которая пропущена сквозь дырку в стене под подоконником и прикована к кровати самого богача. Если цепь звякнет, богач проснется и посмотрит в окно. Самого коня к этой цепи крепили огромным замком, а ноги спутывали с железными путами. Своровать его было практически невозможно. Если станешь разжимать замок, звякнет цепь, богач проснется и поймает вора. А наказание в то время конокрадам было очень строгое. Погруженный в Думу Савк уехал домой в Хатон на Энтаху. Пока сидел он в своей кибитке, разработал для мельчайших деталей хитроумный план, который незаметно для всех стал воплощать в жизнь. Ведь если кто-то узнает заранее, слух разнесется по степи и хозяева станут бдительны. Пришлась осень, а за ней зима. Затем зима сменилась весной, и земля после растающего снега хорошо подсохла. В то время поселок Яшколь на языке воров назывался Хулхачинхауг. И там происходили все воровские исходки. В один из весенних дней Савк оседлял свою лошадь и поехал туда, где потом его носил воровской скакун. Никто не знает, а кто знал, рассказать уже не может. Но путая свои следы, он добрался до астраханских калмыцких кочей. Ночью он зафиксировал цепь, чтобы не звенела. Разжал замок высоко, почти коленем лошади, поднял Томюрчадурм, надел на ноги коня, заранее припасенные валенки, чтобы стука копыт не было слышно. А следов не осталось. Отскакал от дома богача на приличное расстояние и сломал путы. Надо сказать, что был Букшан Цавк уже в годах, но силу имел для своих лет неимоверную. Потом Зяеднгар, неоседленно, скачил на этого коня и, сделав три круга вокруг от дома богача, трижды прокричал «Холбича хэтн! Хошинтанг хуэрсунта Букшан Цавкэ!» «Не ищите далеко, это я Букшан Цавкэ с двумя пулями в заднице». После этого Цавкэ скрылся во тьме. Это был рыцарский поступок, но поехал он не к себе домой, а к родственникам жены, каченеровские кочевья, и там залег на дно. Коня он оставил пастись в одной из балок неподалеку. Он знал, что по следу придут, ведь он назвал себя, но Савка верил, что богач сам, бросивший вызов, будет благороден. Однако он очень ошибся. Раздетый в одной нательной рубашке и кальсонах, он лежал и пил чай, когда прибежали дети и сообщили, что в хатон едут жандармы. Савка вскочил и бросился к коню, чтобы ускакать на нем от преследователей, но не успел. Одного из самых славных конокрадов калмыцкой степи застали в раствор, схватили в одних кальсонах и доставили в Астрахань. Там баушан Савка осудили и заточили в казематах Астраханского Кремля. Такого коварства от богача калмыка Савка не ожидал. Говорят, он готовил побег оттуда, но выяснить, правда ли это или нет, сейчас уже невозможно. Заключенным относились очень плохо и кормили также. Однажды им принесли соленую воблу, которую Степняк Савке никогда не ел. С голоду он съел это рыбы, запил ее холодной водой и от расстройства желудка вскоре ушел в другое рождение. Вот так закончилась славная жизнь калмыцкого конокрада Букшан Савке, которого калмыки назвали Эрин Сен, лучший из мужей. Ведь он воровал скот не из-за желания обогатиться, а лишь из удалей и желания помочь страждующим и голодающим соплеменникам. Может, не стоило бы восхвалять вора, но это был такой вор, каких сейчас давно нет. Рисковать своей жизнью ради того, чтобы накормить голодных людей. Это не воровство, это благородство. По материалам статьи Геннадия Корнеева. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка о Даунхойрхудл, 72 небылицы, рассказ «Диалог Гемельгын», приметы 25-го позвонка овцы и образец гаданий «Далыншиндже», гаданий по баране лопатке, представленный в очерке народного поэта-калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке «Mendift NB». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делает его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.